привет всем ну что ж друзья мои с новым годом с новым прекрасным годом который будет ровно точно таким же как и старый год как и прошлый год позапрошлый и так далее но в том смысле что мы такими же и останемся какими были так же как и все человечество которое не меняется на протяжении всего своего существования какими люди были 10 тысяч лет назад точно такие они и сейчас ну они то есть это мы с вами все вот каковы были наши предки 10 тысяч лет назад и и и больше такие мы и есть сейчас в этом смысле мы едины с нашими древними древними предками такие же точно желания такие же точно устремления точно такие же отношения между людьми абсолютно все под копирку и ничего с этим не сделаешь это наш мир мы в нем живем такими и будем жить и надо наслаждаться этой прекрасной жизнью которую бог нам дал для того чтобы мы для чего-то жили смысл жизни собственно в жизни поэтому все спокойно все нормально и замечательным подтверждением того что ничего не меняется является вот эта вот пластинка пластинка опять-таки из прошлого года из 2022 в числе новинок и вот я ее переверну вот так вот я покажу артур браун long long road называется пластинка в числе новинок я ее не упомянул когда там писал что-то говорил что-то о лучших альбомах 2002 года однако это 2002 год вышла пластинка летом и вышла она к юбилею ко дню рождения артура брауна которому стукнуло летом 80 лет вот в 80 в 79 лет точнее он записал этот альбом мы можно сказать 80 певец 80-летний спел здесь много много чего начинал он в 1961 то есть начинал он раньше первая пластинка вышла в 68 самое известное наверное на которой все подвисают извините за такое слово crazy world of артур браун с песнями фая вот этими вот знаменитыми но собственно фая и стала самой знаменитой песни на тот момент времени когда браун на сцене поджигал себе голову все время на каждом концерте у него там пару раз загоралась одежда пару раз были проблемы с потолком в клубах его стали не любить организаторы концертов но это не меняло восторга публики от того что выходил на сцену высоченный худой длинноволосый человек странной одежде в страшных каких-то одеяниях и у него начинала гореть голова тот момент когда он пел свою песню фая и винсент крэйн на органе играл будет целый бэнд там большой небольшой точнее в общем первый альбом который помог сделать питер тауншин из группы дху если кто не знает познакомив брауна и крэйна с своим менеджером китом ламбертом они записали демо несколько песен а потом был выпущен альбом крэйзи волтов артур браун который открыл дорогу брауну не скажу что в большой шоу бизнес потому что в большом шоу бизнесе брала никогда не было у него очень много пластинок но последнее как я и говорил вышло в 2002 году но такого большого мейнстримового мейнстримового успеха у него не было хотя это уникальнейший человек уникальнейший музыкант и достаточно послушать как поет здесь артур браун чтобы прекратить все споры вообще о том кто лучший вокалист кто правильно поет кто неправильно поет кто сильно поет кто слабо поет вот артур браун в 80 лет поет сильно правильно и настолько здорово что никогда не скажешь что здесь человеку 80 лет ощущение такое что 35-летний профессиональный очень талантливый самобытный певец но те кто слышали артура брауна тем ничего объяснять не надо а те кто не слышали лучше послушайте хотя бы этот альбом и лучше всего кстати говоря этот потому что крэйзи волтов артур браун он очень хороший но он еще не очень хорошо записан в ту пору в 68 году как-то так случилось в силу того что музыка там очень сложная там очень много всего очень много звуков очень много партий очень громкий голос артура брауна и все это сводить было видимо не не так то просто нет там все звучит там все слышно все понятно но современному слушателю современ слушатель же привык к чистейшему такому радио звучанию чтобы все было слышно все читалось чтобы все было чисто гига говорит современный слушатель ах как он играет ах как он поет ах как тут звучит так так как там звенит ах какие тут басы в общем всякую чушь говорит современный слушатель на на это ориентироваться не нужно. Нужно слушать музыку такую, как она есть. Да и не нужно ничего на самом деле. Ничего не нужно слушать. Слушать просто захотел – послушал, не захотел – не послушал. Вот эти все изыскания. Это обязательно нужно послушать. Эту книгу обязательно нужно прочитать. А я скажу не обязательно. Не хотите – не читайте. Ничего не изменится. Есть очень много книг, очень много пластинок и мир весьма разнообразен. Вот такое пожелание. Ну так вот, несмотря на отсутствие мейнстримового успеха, этот колоссальный певец записал так много всего и так много всякого разного. И блюза, и ритм-блюза, и спейс-рока так называемого, и фанка, и танцевальной музыки, и волд-мюзик так называемый. И невероятное, конечно, разнообразие. Но все это на мощной базе. Во-первых, блюза, не такого блюза черного, как у Би-Би Кинга. Не пугайтесь. Другого блюза. Здесь, кстати говоря, есть такая вещь, называется «I like games». Последняя на первой стороне, она блюзовая такая в одном аккорде, который развивается, конечно, там развитие присутствует, но в принципе в одном аккорде играется губная гармошка, помимо акустической гитары, электрической гитары, клавишных, ударных, баса, а губная гармошка играет с такой же силой блюзовые фразы, с таким же адским напором, как у Led Zeppelin. Использовалась губная гармошка в унисон с басом, когда идет аккорд гармошки. И такой джжжж, и гармошка звучит громче, чем любые синтезаторы, чем любые гитары. Не то, что громче, а пробивно. Так, а пробивной голос Артура Брауна сверху еще, который сметает все это. Шикарно. Так вот, именно на таком блюзе все у него лежало всегда. Плюс, конечно, психоделия. Плюс космический рок, плюс космическое звучание. Плюс пространство, плюс широта необычайная. И вот этот альбом, когда начинаешь слушать, сразу оказываешься в каком-то космосе Артура Брауна. Огромное, какое-то непостижимое пространство. Глубина, высота, ширина. Непонятно, куда смотреть. Синтезатор начинает с шумом. Обязательный колокольный звон. Включается фонограмма. Не включается фонограмма, а начинает играть музыка. И дикий крик Брауна, 80-летнего. Сразу все становится понятно, что возраст это ерунда, что 80 лет это ерунда. И вот этот первый крик, одна нота, одна вот эта вот, один вот этот выхлоп его. Все, кайф, сразу голос пошел, Браун жив, Браун каким был, таким и остался. В хорошем смысле этого слова. И мощнейший рок. Первая песня, мощнейший просто рок. Гэст-танкс называется она. И рок с голосом, который уходит в соул, уходит в космос, уходит в какой-то там хоквент. Но своеобразие Брауна все равно остается. Невероятный диапазон. Он поет и чистым голосом, кристальным, баритоном, пробивающим все. И с расщеплением, с хриплым голосом. И уходит наверх с этим самым расщеплением, с зажатым таким вот, как там у ACDC каких-нибудь. Таким вот, как любят многие. Такие вот. Вот эти вот штучки. Но при этом переходит на открытое горло потом. И уходит вверх открытым горлом на такие какие-то октавные уже высоты, что просто непонятно, как это вообще возможно. Следующий номер. Мрачный речитатив. С очень мрачным текстом. Переведите. Есть он в интернете. Довольно мрачное заявление пожилого человека, молодежи. О том, что это не болезнь Альцгеймера у меня. Это месть. Тщательно продуманная. Это достаточно смешно и мрачно. После этого Going Down. Грандиозная, просто мощнейшая, какое-то такое, как будто танк несется, музыкальный танк такой тяжеленный. А в принципе похоже немножко на такие очень громкие и яркие оркестровки группы Colosseum. Там конца 60-х годов. Только все звучит очень современно. Все записано сейчас, в 22-м году. И вот эта вот палитра звуковая такая, которая наваливается на тебя и с духовыми, и с гитарами, и с басом, и с диким голосом Брауна. Просто потрясающе. Вообще альбом очень музыкальный, очень доходчивый, в отличие от многих альбомов Брауна, экспериментальных, авангардных, world music, которые достаточно сложны до восприятия. Особенно пластинка Strange Land, которая вышла номером 2 после Crazy World of Artur Brown в 68-м году. Для любителей шизофренического рока это вот то, что надо. Strange Land она не издавалась, потому что ни одна компания не бралась за ее издание, предвидя явный провал в продажах. А издали ее, по-моему, в 88-м году первый раз. Ну, сейчас она доступна на виниле, можно ее найти. Но это адское полотно. Вот этот альбом нет. Я не скажу, что он попсовый. Ни в коем случае. Он понятен, доходчив, интересен, глубок. Настоящий прогрессив рок, если кто-то не боится этого термина еще до сих пор. Once I Had Illusions, часть первая, на первой стороне, начинается с филигранной совершенно игры на акустической гитаре, с такой, в хорошем смысле слова, механистичной, но живой. Это все очень живо. И вот этот голос Брауна заполняет всю, просто всю палитру заливает своим тембром изумительным. Ну, потом появляются другие инструменты, и все очень здорово. Моторный, моторный такой грув лежит на этой акустической гитаре, на голосе. Просто, просто красота. Вторая сторона начинается с Shining Brightness. Еще один ракешник. Ну, ракешник такой, перед которым меркнут, в принципе, все металлические, все абсолютно металлические группы. Потому что вот это жу-жу-жу, бу-бу-бу, бум-бум-бум. Это все круто и здорово. Глубины такой, которые здесь есть у Брауна в его роке. Глубины, чистоты, прозрачности и давления такого мало кто вообще достигал. Вот так получается. Такая музыка. Следующий номер. Классический блюз. Классический блюз, но, опять-таки, не черный блюз. Такой, который я очень люблю, кстати. Но здесь он не черный, а здесь он по ширине превосходит, кстати говоря, Led Zeppelin. Вот их широкие блюзы, там, Two for One. Я имею в виду не длинные, а широкие, такие размашистые. Здесь покруче, здесь пошире. Просто вот вселенная играет блюз. Вся вселенная. Это здесь. The Blues and Messing Round называется песня. Long Long Road. Следующий номер. Акустическая, не то чтобы баллада, но, опять-таки, звучание космоса. Очень красивая песня. Можно назвать ее балладой, условно говоря. Но это баллада одновременно и из преисподней, и из небес. Вот такая штука. И вторая часть того, что начиналось на первой стороне. Once I Had Illusions. Вот вторая часть Once I Had Illusions. Но уже без акустической вот этой пульсирующей гитары. А с полным электричеством, с полным электрошоком наваливается. В общем, 80-летний дядька выдал такой рок-н-ролл настоящий, что можно позавидовать. То есть, только дожить до таких лет, так играть и петь. Играет, кстати, здесь один человек на всех инструментах. Собственно, Артур Браун поет. А играет Рик Паттон, фортепиано, орган, бас, ударная гитара, саксофон, гармоника, синтезатор, флейта, гармония, вокал. И какие-то разные еще приборы. Но ощущение такое, что здесь играет 15 человек. Все сыграно по-разному. Обычно, когда играет один человек, это слышно. По манере. Просто на чем бы он ни играл. Здесь нет. Здесь просто все это. Все живет. Все течет. Все изменяется. Но все остается прежним. Как спела группа Led Zeppelin в свое время. С Новым годом. Увидимся. Пока. Пошел пить. Yes.